МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еда – это страсть, еда – это любовь, еда – это жизнь для каждого человека. Я повар, я знаю, о чём говорю. Правда, это не я. Вот я. Но ничего, через пару лет я тоже стану известным поваром. Потому что знаменитостям достаются самые красивые девушки. Ну а пока я не знаменит, у меня свой способ. Он немного болезненный, но зато стопроцентный. Слышь, мужик, ты как сейчас девушку ведёшь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больно? Да нет. Мне просто на собеседовании завтра. А мне кажется, у меня нос сломан. Это же мой инструмент. А ты кем устраиваешься? А, поваром в ресторан. О! А я тоже в ресторане работаю. Да ну? Да. У нас с тобой много общего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А ты куда? А это, мне идти надо. Ты что, типа убегаешь? Почему убегаю? Нет, просто ухожу. Вот так вот? И все? А то, что между нами было? Спасибо, прикольно было. Прикольно и все? А что еще? Да ладно. Нет, денег у меня нет. И вообще мы с тобой так не договаривались. Я всегда знал, что буду поваром. Не милиционером, не пожарным, не космонавтом. Даже не президентом. А именно поваром. Ну как блинчики, сынулька? Родители думали, что я вырасту и передумаю. Но я вырос. И не передумал. Прием пищи окончен. На выход. И вот однажды... Слышишь, Лавров, тебя комбат вызывает. Судьба вознаградила меня за мои старания. Предовой Лавров по вашему приказанию прибыл. Вот он, наш герой. Мне очень понравилось ваше выступление. Мне очень понравилась ваша солянка. Молодец! Без ничего, практически шедевр. Если вдруг после дембеля захотите поработать в хорошем ресторане, хорошим поваром, милости просим. Буду рад. Я серьезно. Ресторан Клод Мане – самый крутой ресторан в Москве. Наверняка здесь работает лучший шеф-повар в России. Шеф. Шеф. Шеф! Тихо. Вас хозяин зовет. Хозяин? Ну что, в рабовладельческом строю живет? У него что, имени нет, а? Голоп. О, опять? Вчера Спартак. Сколько? Сто штук. Ничего себе! Шо же эти свиньи всегда перед моей сменой-то проигрывают? Доброе утро, шеф! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделай средний прожар. Да, шеф. Никогда не используй этот отвратительный коньяк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже готово. Режь мельче. Мясо отбивайте. Разморежь. Соли через семь минут. Мясо будет нежнее. Иди вот, уйди. Три минуты до готовности. Проследи. Да, шеф. Ай, нура. ЦАТКАНЧА БАЛДУ. УНИКИ ДЯРМЩЕ! Уйба! МАГ ТАСКИМКЕР, ЭК! ДЯРАЧЕ! Дерьмо! Дерьмо! М-м-м! Дерьмо! 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 Бухал вчера. Заметно? Приятного аппетита! Что-нибудь желаете? Воды! С газом, без газа? Литр! Все, я несу. МАГ ТАСКИМКЕР, ЭК! МАГ ТАСКИМКЕР, ЭК! МАГ ТАСКИМКЕР, ЭК! Хотите меня? Чего? Я говорю, хотите меню? А, нет-нет, спасибо. Я к Дмитрию Владимировичу, он год назад меня на работу приглашал. А, вот и он! Дмитрий Владимирович сейчас занят. Вы можете подождать его здесь? На 91-й минуте пропустили. Ну, не свинья. Вить, не мое собачье дело, тебе пора завязывать. Дима, ресторан полон, гости довольны, конкуренты злятся. Будет наоборот, ты меня уволишь. Я сегодня вечером конкурентов приглашаю. Облажаешься, я тебя уволю. Каких вообще конкурентов? Из ресторана, которые за стеной у нас открываются. Прямо на носу. Отравить его? Не надо никого травить. Это наш друг открывает. Приведет своего нового шеф-повара. Из Индии, говорит, привез. Просто, говорит, красавчик порвет всех. А чего они из Таджикистана? Шеф-таджик бы ему заодно и ремонт сделал. Я пойду, ладно? Не надо никуда идти, сиди. Да, я иду сейчас. Значит, я вернусь, и мы с тобой все обсудим. Чем ты вечером будешь удивлять наших гостей? Да не ты удивлять, ты уже удивил. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Мы с вами встречались год назад. Помните меня? Что значит, встречались? Нет. Конечно же, я не помню. Все равно большое спасибо вам, что вы нашли время посетить наш скромный ресторан. Приятного аппетита вам и хорошего вечера. Спасибо. Внимание! Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути. Ну что? Да, все супер. Он меня взял. Сказал идти на кухню. Ничего, Макс. Ну тогда вам туда. Хозяин ресторана – это не самый главный человек на кухне. Главное, чтоб я шефу понравился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Извините, а вы не шеф? Нет. А тебе зачем? Я на собеседовании. Вот шеф. Шеф, простите, это к вам на собеседовании. А, ну хорошо. Пойдем поговорим. Ну расскажи себе, сынок. Вот мое резюме. Настоящему повару никакое резюме не нужно. Его обидно по глазам. По трудолюбивым рукам. Вот я сразу увидел твой потенциал. Угу. Добро пожаловать в команду, сынок. Пей. Кури. Шеф, я извиняюсь. Там Виктор Петрович идет. А, придурок этот опять. Я сейчас приду, ты пей давай, кури. Спасибо. Массажиров бизнес-класса просим пройти в ВИП-зал. Это что еще за хрень? Ты кто такой, мать твою? Эй, мужик, успокойся. Ты что здесь делаешь? Собеседование прохожу. Какое еще на хрен собеседование? Работа, между прочим, шеф меня уже взял. Кто? Кто? Филосавчик. Саша, ты сказала шефу, что я просила новое меню? Я сказала… Понятно. Ну… И все? Ты что здесь делаешь? А… Да вот болтал со вашим шеф-поваром. Зовет к себе. Вот думаете или нет, кухня, скажешь, простовата. А… Так… Он здесь работать не будет. Кто он? Вот этот. Так… Секундочку, я не понял. С каких-то пор ты стала здесь командовать? Сеня? Я. Кто здесь главный? Как, вы главный? Надо же, в этой части кухни я главный. Интересно, я в той части. Айнура! Кто у вас главный? Ой, Вай, вы шеф! И там тоже я главный. А стало быть, я один буду решать. Кому работать на моей кухне, а кому нет. Агузок, ты принят в штат, будешь работать два через два. А некоторые могут отправляться в зал командовать своими официантами. А, простите. И неповторимые атмосферы нашего ресторана, за которые они несут персональную ответственность. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уняли ликования! Все за работу, инвалиды! Лёва, у меня для тебя будет персональное задание на ужин. Ты был в Индии, а ты чего стоишь? Иди переодевайся. А… Поздравляю. Ну? Шеф, я готов. Что мне делать? АПЛОДИСМЕНТЫ Почему не цирк? В смысле? Почему не цирк, не завод, не таксопарк, не крематорий? Чего тебе на кухню понесло, Лавров Максим? Ну, потому что я повар. Я профессионал своего дела. Что? Кто ты? Профессионал? Иди сюда. Вон, видишь, это Сеня. Он, конечно, дуралей. Но ножом тебе ноги побреет так, что ты даже не заметишь. Вон, смотри, Айнура. Три года у нас работы без разрешения на работу. А вон Луи. Ежедневно наш ресторан делает сто тысяч только на его десертах. А ты так можешь? Профессионал. Вот даже она за все время работы здесь ни с кем не переспала. Хотя пытались многие. А вот это я понимаю, профессионализм. А ты что можешь, профессионал? Я готовить умею. Да ну. Внимание все! Внимание, тихо! Наконец-то у нас на кухне появился человек, который умеет готовить. Мы пять лет ждали его. И, аллилуйя, он пришел. Вот он, наш спаситель. Избранный. Есть работа, которая под силу. Только тебе. Щуба! Щуба! Это что? Говядина в мятном маринаде с артишоками. Лёва, у нас сегодня гости из Индии. Ну да. Ты что, серьезно индусу говядину? А что такое? Лёва, а если тебе на ужин приготовить архангела Гавриила с артишоками, что ты на это скажешь? Это... Богохольство. Правильно. А у нас сегодня индусы. И ты им на ужин священную корову. Ты понимаешь, как это будет выглядеть? Что за инвалиды? Все приходится делать самому. Давай, тащи сюда баранину или свинину. Шеф. Есть идея. Моё фирменное блюдо. Курица в сливочном соусе со шпинатом и кедровыми орешками. Когда я работал в ресторане в Воронеже, все были от него в восторге. Супер идея. А я, пожалуй, приму твоё предложение в непонятный человек, попавший случайно сегодня днём на мою кухню. Ведь твоё блюдо было хитом в самом Воронеже. Федя! Да? Тащи ещё пять ящиков бананов. Видишь, человеку делать нечего. Шеф. Шеф, ну что за бред? Нафига вообще отклеивать эти этикетки от бананов? Для баланса вселенной. Ведь где-то там, в Африке, такой же огузок, как ты, приклеивает эти этикетки. Между прочим, этот огузок умеет офигенно готовить. Хорошо. Я дам тебе шанс. У нас есть постоянный клиент. Приготовишь для него десерт? Сеня! Я здесь. Элеонора Андреевна уже здесь? Да, шеф только что её видел. Вот если ты сможешь угодить Элеоноре Андреевне, я поверю, что ты умеешь готовить. Окей. Ну, держитесь, Элеонора Андреевна. Этот десерт свёл с ума не одну женщину. Шеф, десерт для Элеонора Андреевны готов. Готов. Все внимание. Сейчас Элеонора Андреевна будет пробовать блюда нашего новичка. За мной. Элеонора Андреевна. Элеонора Андреевна. Элеонора Андреевна. Ко мне. Прошу. Маленька не жрёт. Да, ей бы миска кусочек. Шеф, ну так не честно, это же собака. Да, та ещё сука. Вообще, мир не идеален. Хватит ржать. Все за работу. Хочешь ему что-то доказать, поспорь с ним. Что? Поспорь с ним. Шеф, а давайте поспорим. Чего? Если это будет не собака, а простой нормальный человек, ему понравится моё блюдо. Давай поспорим. Ты приготовишь блюдо для меня. Если мне понравится, ты выиграл и остаёшься. Если выиграю я, ты уйдёшь отсюда голым. СМЕХ Согласен. Шевелимся, девочки. Надо порвать этих конкурентов. Айнурус, эти они. Мы наши. Луи, 200 сливочного. Мы сейчас. Мерси, месье. Лёва, кролика и трюфели. Федя, кольцами. Сеня, соломкой. Как всегда. Отошёл, Агуза. Папочка готовить будет. Папочка. 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 СПОК. ЗВОНОК ПОЗИТИВНАЯ МУЗЫКА СПОК. Маленькая К nàyнаuni Владимирович внаш сталиничait. Добрый день. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА – Добрый день. – Ага. Прошу. Здравствуйте. – Добрый день. – Прошу. Искренне рад приветствовать вас в лучшем ресторане Москвы. Ну, пока в лучшем. Мы открываемся через две недели. Вот, познакомься. Мой шеф-повар Елена. – Да. – Вот как. Ты же говорил, у тебя шеф-повар из Индии. Не хватило все-таки на дорогого денег. Ну, почему? Это она и есть. Она работала в самом лучшем ресторане Дели. – Ну, допустим, не в самом лучшем. – Она скромничает. До этого в Нью-Йорке, Венеции, да? – Да, да, да. – А у твоего шеф-алкоголика печень еще не отвалилась? – Не волнуйся. Его печень еще твой ресторан переживет. – Ну и слава богу. Вика! – Да, Дмитрий Владимирович. – Подавай-ка, Вика, горячая. Гости наши проголодались. Соскучились по нормальной пище. Да, только проследите, пожалуйста, чтобы совсем не было перца. – Хорошо, сейчас же предупрежу шеф-повара. – Угу. – Виктория Сергеевна сказала, что основное блюдо для гостей можно уже подавать. – Да забирай. Лева, я у себя думаю новое меню. – Здорово у тебя получается. Жалко только, что он этого не оценит. – Но это мы еще посмотрим. – Да он даже не попробует. А если попробовать, ему все равно не понравится. Я его знаю. – Да. – Ну, погоди. Тогда нам нужна более объективная оценка. Если что, ты ничего не видела. Настя, сколько можно ждать? Все приходится самой делать. Я отнесу. Иди работай. Что? – Ничего. – Ах, Виктор Петрович, что же вы наделали? Я же не знал, что гостю не нравится белый перец. А надо было знать, Виктор Петрович. Шеф, шеф, идемте скорее. Что случилось? Ты наконец-то научился готовить баранину? Шеф, в вашем блюдом гость отравился. Дмитрий Владимирович с ним уехал. – Что случилось? – Это я тебя хочу спросить. Что ты приготовил? – Скорее сказали, у него аллергия на перец. Годиный утек может умереть. – Как аллергия? – Это не мое блюдо. Что это, Настя? Настя, я тебя спрашиваю. – Это мое блюдо. Шеф, это моя вина. Я заменил ваше блюдо на свое. Хотел доказать вам. – А что здесь происходит? Это забегаловка? – Ну вы кто такая? – Я шеф-повар ресторана, в котором не травят посетителей. – Перец. Шеф, но я не добавлял перца. – Шеф, я вообще не думал, что это блюдо попадется, если я не стал, шеф. – Думал ты или не думал, ты вообще как посмел подать свое блюдо в зал? Это моя кухня! Моя! А ты, чтобы выпендриться, поставил под угрозу жизнь и здоровье человека! Да тебя за это… Да тебя за это не уволить! Тебя за это посадить надо! Пошел вон! – Алло. – Да, Дима. – Ну что, лсатый? – Редко для тебя хорошие новости. – Друга моего обследовали, у него обнаружили аневризму, а орды. – А что, если бы не открылась аллергия на твое блюдо? – Все. Уже бабушке завтра привет передал бы. – Получается, ты ему жизнь спас, лсатый. Так что стола не убирай. Сказал, выпишется, заедет, доест. – Тебя! – Давай! – О, Гузов, ты еще здесь? – Шеф, я все понял, не надо меня больше унижать. – Ты мне мозг парил целый день. Я могу тебя унижать еще несколько месяцев. – Вы меня оставляете? Ну почему? – Если я начну думать, почему я это сделал, я тебя точно уволю. – Шеф, вы что, его оставляете? – Я поспорил с Аймурой, что через неделю он сбежит сам. – Кстати, о Гузах, ты ж проспорил. – Каждый человек имеет право на второй шанс. Кто-то заслужил этот шанс долгой и кропотливой работой. Некоторым сама жизнь дает второй шанс. Кто-то хочет получить второй шанс, хотя сам боится себе в этом сознаться. – В общем, жизнь полна сюрпризов. – Субтитры сделал DimaTorzok – Субтитры сделал DimaTorzok – Добавил субтитры DimaTorzok